Сквер-строитель в этом году стал первой общественной территорией, которая попала в программу «Комфортная городская среда». Ход работ контролировал лично глава города. Всего за несколько месяцев на месте практически заброшенного парка появилась многофункциональная площадка, на которой для каждого найдется место. Сквер-строитель у нас очень древний, можно сказать, более 40 лет ему, этому скверу. Здесь у нас как-то кинотеатр был такой летний, ну и все, конечно, все, себя и жил. Вот, поэтому мы очень мечтали об этом сквере, чтобы у нас очень было здесь красиво, как-то реализовать наши, как говорится, наши предложения. Можно сказать, что это свершилось, это наше, можно сказать, что это детище. Мы попросили, чтобы у нас было отдельно, допустим, две зоны. Одна зона более такие взрослые детвора, вот, там вторая территория, там для самых маленьких. Спасибо, это все сделали. Здесь у нас не хватало, обычно лавочек мало было, дорожки все были разбиты, освещение было, ну, жила площадь. Конечно, сейчас все, что стало, у нас намного-намного лучше. Новые красивые, значит, эти вот подсветки сделали, новые пешеходные дорожки. Вот для наших здесь мужчин обычно собираются, доминошники, как говорится, дедульки старейшины. Вот, для них это все тоже обустроили. Тренажеры поставили, с нуля сделали вот спортивную площадку, огородили. Теперь уже мяч сюда не будет, как говорится, падать. В общем, в принципе, очень-очень хорошо. Общая площадь более 5000 квадратных метров. Здесь установили камеры видеонаблюдения. А местные жители ежедневно обходят территорию и наводят порядок. Будем стараться работать над этим вопросом, чтобы все было красивее и красивее. Сквер-строитель – это уже сегодня место притяжения для жителей всего 12 микрорайона. Но самые главные хозяева нового сквера – это дети. Для них здесь созданы все условия. На этом местные жители останавливаться не собираются. По их словам, новый сквер должен стать отправной точкой по благоустройству всего микрорайона. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.